Приветствую вас! Ответов на вопрос, который вы задаете, может быть, очень-очень много, потому что каждый человек, каждый эксперт, в частности, даст вам свой какой-то вот способ, какую-то свою рекомендацию, ну, связанную с тем, чтобы вы стали любимой для своего мужчины. А я думаю, что уникального, универсального способа нет. Я думаю, что нужно атакиваться от того, какой ваш мужчина, какие у него требования, какие у него предпочтения к женщине, вот, в частности, к женщине, да, чего мужчина хочет, что ему важно и так далее. То есть исходить нужно именно из этого, из того, что мужчина хочет получиться, что мужчина привлекает, что мужчину заводит. Вот я думаю, что это ключевой момент. Если вы будете исходить из этого, то у вас получится понять, как ставить для мужчины той самой, которую он, например, будет любить всю жизнь, в которую он, например, никогда не бросит, и всегда она будет для него единственной. Если вы будете искать какие-то уникальные способы, универсальные способы, которые вам пройдут, то здесь, к сожалению, всегда есть риск, риск того, что вы ошибетесь, риск того, что у вас не получится и так далее. К сожалению, такая ситуация возбуждена, и если вы хотите избежать, то будете максимально, именно вот максимально, максимально реалистично исходить из того, что, собственно, вам можно сделать в этой ситуации. Исходить максимально реалистично. А для этого нужно, как-то таки, проанализировать вашему мужчину. То есть проанализировать его, именно понять, что ему нужно, что ему интересно и так далее. А еще хотелось бы вам сказать, что вам самой нужно раскрыть свой потенциал личностный, свой женский потенциал, потенциал своего женского поведения для того, чтобы покорить мужчину именно вот в контексте своем, да, то есть именно вот будучи самой собой, будучи респектами, придерживаясь того поведения, которое вам больше всего и лучше всего подходит, вы можете быть в наибольшей степени женщиной для своего мужчины. Вот, пожалуй, еще один вариант решения вашей проблемы для вас. То есть здесь, как вы сами можете видеть, есть два момента, два основных момента. Хотите вы их решать, хотите вы действительно что-то делать для того, чтобы стать любимым для этого мужчины или нет, уже ваш выбор. Но, понимаете, в чем дело? Ведь мужчина вас, я понял, на данный момент не любит. И вот такой вопрос, а зачем, для чего, почему вы так сильно хотите стать для него любимым? Не теряете ли вы себя в нем? Нет ли у вас зависимости, психологической зависимости, любовной зависимости от него? Если есть, то вы без него не можете, если вы хотите любой ценой его добиться, тогда нужно анализировать то, что вы хотите получить в отношениях с ним. Потому что это, к сожалению, делает вас не свободным. И именно из-за того, что это делает вас не свободным, вы можете сделать себя несчастным и разрушить свою жизнь. На этом, я думаю, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в личку, помогу вам. Всего доброго и до свидания.